Во время паводка в зоне риска могут оказаться 13 деревень Муромского района. В областном управлении МЧС обсудили вопрос готовности органов управления сил и средств к весеннему половодью. Подробности в сюжете. Статистика прошлых лет показывает, что в зоны возможного подтопления на территории нашего региона могут попасть 22 населенных пункта. Это более 3,5 тысяч жителей. Еще 31 населенный пункт в период половодья может оказаться отрезанным от большой земли. Это территории в Везняковском, Муромском, Петушинском и Судогодском районах. В первых двух спланирована работа лодочных переправ. До населения будет доводиться вся актуальная информация об оперативной обстановке. Порядок оповещения, информирование населения будет отшлят с учетом использования системы оповещения, росток, СООН, а также информированием с использованием всех видов средств массовой информации путем привлечения старств и подвижных громкоговорящих установок, в том числе сил МЧС, МВД, а также используем СМС-оповещение. В случае возникновения ЧАЭС будет мобилизована группировка личного состава территориальной подсистемы. Это более 7,5 тысяч человек, 130 плавсредств и чуть менее 2000 единиц наземной техники. К развертыванию готовы 63 пункта временного размещения граждан, оказавшихся в зоне подтопления. Владимирский гидромет готовится дать точный прогноз на период половодия в первой декаде марта. Средняя высота снежного покрова, максимальная высота, у нас наблюдается на метеостанции Петушки на западе области и составляет 51 сантиметр. И наименьшая высота снежного покрова зафиксирована метеорологической станцией Муром на юго-востоке области, 39 сантиметров. Если мы сравним со средними многолетними значениями, то превышение идет в полтора-два раза высоты снежного покрова. И уже с 5 по 28 марта межведомственная рабочая группа совершит традиционные выездные проверки готовности к весеннему периоду во всех муниципальных образованиях области. Также в нее войдут представители руководящего состава главного управления МЧС.